Дженна Артега просто великолепна в образе Уэнздэй Адамс. Всё, что есть, держится на ней и только на ней. Она — гвоздь программы, ключевое звено, изящное украшение и безусловный центр этой внутрисериальной вселенной. Смотреть можно и нужно исключительно из-за неё. И в целом, это максимально логично и очевидно, ведь проект уже через своё название расставляет акценты. Не новая семейка Адамс, не Невермор его тайны, не жизнь изгоев среди нормисов, а именно Уэнздэй. Этим всё сказано. И по этому пункту всё прекрасно. Главная героиня — главное оружие. От персонажа Уэнздэй я, можно сказать, в восторге. Правда, не в полнейшем, но об этом позже. А пока к чему вообще такие заявления во вступлении, можете спросить вы. А к тому, что по всем остальным составляющим, подходя рационально и анализируя, сериал очень легко, как минимум, значительно так покритиковать, а как максимум и вовсе разнести его в пух и прах. Мне лично не хочется, и я не учитывал весь этот огромный пласт объективных недостатков, формируя субъективные выводы и осмысляя впечатления. Но не обратить внимание на минусы точно нельзя. Ведь тут у нас, будем честны, абсолютно посредственная подростковая история про школу, поиски себя и своего места в обществе, изобилующая всевозможными клише, присущими такому сюжету и формату. Это неплохо, но это по-плохому стандартно. История приправляется типа магически мрачной атмосферой, но атмосфера эта не получает развития и быстро перестает оказывать нужный эффект из-за промахов по другим направлениям. Максимально шаблонный набор персонажей, заданными функциями и практически без каких-либо намеков на яркость и харизму. Не всегда убедительные работы многих актеров. Довольно средняя постановка, в которой не особо и угадывается участие Тима Бертона. Слишком плоские и обычные персонажи для него, как и мир в целом. Слабый детективный аспект, с большой вероятностью приводящий к ситуации «Я догадался, кто монстр и кто окажется антагонистом, как только они впервые появились на экране». Банальные конфликты и так далее. По множеству моментов. Повторюсь, имея желание и задавшись целью, уничтожить сериал можно совершенно на изи за пару минут. А тем более, если убрать отсюда саму Уэнздэй. Тогда всё вообще посыпется. «Но зачем же убирать отсюда такое сокровище?» Опять спросит кто-то. А вот именно, что незачем. Пусть остаётся. Это всё я просто подводил к тому, что вижу каждый минус, слабый момент, недокрученную сцену и провальные решения. И понимаю, почему сериал склонен кому-либо не зайти. Но мне самому он не то чтобы прям понравился. Но несмотря на очевидные претензии, я приятно провёл время. Могло быть и в разы лучше, но и намного хуже тоже. Проект спасает то, что он не делает громких заявлений и не старается казаться сложнее, чем есть. Тут всё на поверхности, прямолинейно и легко, но без откровенной тупости и затянутости. Иногда вполне увлекательно и просто смотришь дальше. А Уэнсдэй в исполнении Дженны Артеги ещё и подтягивает все аспекты на уровень повыше. И своим мрачным присутствием освещает любую сцену. Иронизируя, бросая едкие комментарии, изящно орудая чёрно-юморными афоризмами. Нестандартно реагируя, она разукрашивает всю серость окружения. Что довольно забавно, учитывая её личную симпатию к монохромности. Я много раз ухмылялся её выпадом и сидел какое-то время с дурацкой улыбкой на лице. Уэнсдэй по-настоящему очаровательна. Она позволяет закрыть глаза на недостатки и забыть про трезвые критические суждения. Гигантская заслуга здесь, конечно, актрисы, но и по части прописанности персонажа на удивление всё хорошо. Тонкая грань между холодностью и ранимостью, цинизмом и способностью к эмпатии, справедливостью и эгоизмом. Артега держит образ, углубляя его и наполняя индивидуальностью. Она меняется, виднеется рост и прогресс, эмоционально и на уровне ощущений. Делая Уэнсдэй психологично пластичной внутри, оставляя при этом почти всегда непоколебимой снаружи. Точная и выверенная мимика, движение, темп речи. Каждое расширение глаз, поворот головы, подёргивание уголков рта. Инфернальные улыбки. Всё тут прям отлично. Дженна, кажется, как бы банально это ни звучало, была рождена для этой роли. Воплощённый ею образ вот прям сейчас уже становится культовым. Цитаты будут разноситься на мемы, какие-то сцены улетать в нарезки видосов. Танец вообще отдельная история. Костюм кошки 100% будет пользоваться спросом в среде косплееров. Да, как и все образы в целом. А правило 34 наверняка уже соблюдено. Такая Уэнсдэй это достижение. Она уникальна. И она старается вытянуть всё остальное. Отдувается за всех. Не всегда, правда, получается, но всё же. Благодаря ей под конец можно проникнуться, например, и Нит. И её наивно-позитивным очарованием. Определённая химия между подругами появляется. Гвендолин Кристи местами тоже хороша. За их словесным противостоянием с Уэнсдэй наблюдать забавно. Юджин перестаёт раздражать. Короткие появления Кэтрин Зетты Джонс и Луиса Гузмана радуют. Дядя Фестер за небольшой хрон вполне успевает полюбиться. Кристину Ричи было приятно видеть. И как дань уважения старым фильмам и просто саму по себе. Нечасто актриса появляется на экранах. А, ну и вещь, конечно. Оторванная рука это второй лучший персонаж после самой Уэнсдэй. Это настолько бесспорно, что даже не обсуждается. В общем, за некоторые моменты можно ухватиться как за плюсы. Но тем обиднее, что всё это лишь за счёт прекрасной Уэнсдэй. Один сезон проканало, но повторно уже вряд ли сработает. Надо улучшаться по всем фронтам. Нельзя выезжать только на центральном персонаже. Я просто представляю, как было бы классно, если бы все соответствовали. Но, увы. Хотя предпосылки были. Начинается ведь очень даже интересно. Стартовые эпизоды вообще напоминали мне первые две части Гарри Поттера по атмосфере. Но Невермор как любопытное место в итоге слился. Его обитатели тоже. Отношения между обычными людьми и изгоями не дали каких-то любопытных развитий. Разделение, которое по идее должно быть ярким, здесь весьма условно. Поверхностно, без уникальностей, как-то пресно. Опять-таки неплохо, но убийственно, обычно. И даже не просто, а почти примитивно. Финальные серии стали уже атмосферно каким-то скубиду. Причем в худших его проявлениях. Смерть директрисы поставлена так, что... Ладно, я же не хотел ругать. Пусть каждый тут решит сам для себя. Похвалю музыку. Как оригинальную, так и применение лицензированных композиций. Отдельного упоминания заслуживает вездесущий и заезженный уже... Но все равно каждый раз залетающий. Пейнет Блэк. Роллингов. Еще один удачный, как по мне, кавер. Картинка тоже приятная. Да, графон местами палевный, но не отторгает. И в художественном оформлении более или менее чувствуется влияние Бертона. Очень немного, но, к примеру, в дизайнах монстров, которые спорные. И особенно в немногочисленных флешбеках из детства Уэнсдэй. Так что это около положительные восприятия. И по итогу, имеющийся потенциал не воплощен даже наполовину. Есть куда развиваться. И учитывая жирнейший намек на продолжение, в развитие лично мне хочется верить. Будем подождать и посмотреть. А пока пишите, как вам Уэнсдэй. Понравилось, что понравилось, чем недовольны. Уверен, что найдется много со мной несогласных. Пишите тоже, только попрошу вежливости и уважения к другим точкам зрения. Отвечу взаимностью. И на этом попрощаемся. С вами был 320 Дед. Всем спасибо и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok